Ну, добрый день! Наконец-то мы дождались хоть одного вопроса от людей, которых интересует деревянное дымостроение. Нам прислал Андрей Алексеев. Ему интересуют, как обстоят дела со звукоизоляцией в деревянном дыме. В частности, интересует перекрытие между первым и вторым этажом, как газ с вибрацией, и так далее. Ну, неважно, деревянный дом, каменный, бетонный и так далее. Всегда возникает проблема звукоизоляции. Идеальных способов убрать сглой волны не существует. Стоится задача, как их погасить. Сознание звука убирается достаточно просто. То есть, в перекрытие между первым и вторым этажом мы закладываем такой материал, который называется шума нет. Это такое грубое тканное полотно, которое изолирует звуковые волны, звуковые волны, не ударные, не вибрационные, между первым и вторым этажом. Работает достаточно эффективно. Что касается, ну, чтобы не стучало. То есть, когда дети бегают поверху, чтобы эти вибрации не передавались через стены вниз. В деревянном доме существует такая проблема, потому что сами стены являются неким резонатором. Если привязать пол к стенам, то возникает такая проблема. И что делается наверху, слышно достаточно сильно. Как мы убираем это? Мы делаем систему плавающего пола. Что это такое? Это на существующие лаги основание фанеры, обрешетка, укладывается на специальные демпфирующие мембраны. Сделанные из утеплителя, который мы применяем для утепления наших труб водопроводных. Не прибиваем, не касаем фанеры к стенам. Плинтуса также делаем зазором между стенами и полом. И тем самым пол является мембраной, которая никаким образом со стенами дома и перекрытием не контактирует. Это в значительной степени убирает этот эффект вибрации при движении по второму этажу. Более точно, если кого-то интересует, милости просим в офис, мы покажем чертежи и более точно расскажем. Но поймите, у каждой строительной компании есть свои секретики, которые мы не хотели бы публично всем показывать. Все-таки опыт с ошибок трудных. Мы за свои ошибки очень дорого платили. Поэтому кого-то интересует более конкретно, милости просим в офис, мы обязательно все покажем на чертежах и расскажем. Всего доброго, ждем ваших следующих вопросов. До свидания.